Серый индустриальный город с закрытыми фабриками, заводскими трубами, заброшенными зданиями и безработицей. Таким польский Лойц был всего 20 лет назад. Сейчас облик и имидж города меняются на глазах. Заброшенную текстильную фабрику превратили в один из крупнейших в Восточной Европе торгово-развлекательных центров. Бывшую теплоэлектростанцию в ультрасовременный центр науки и техники. Промзоны здесь стали люксовыми гостиницами, уютными квартирами в стиле лофт, офисами и художественными мастерскими. Как из депрессивного региона создать успешный ответ на этот вопрос ищут на Донбассе и опыт Лодзе может в этом помочь. Мы отправились в Польшу, чтобы узнать, как здесь бывший промышленный город стараются вдохнуть новую жизнь, привлечь инвесторов и туристов. Лодзе получила магдебургское право еще в 15 веке, но город, как и мы его видим сейчас, вырос во время бума текстильной промышленности. И три достопочтенных господина, сидящих сейчас со мной за одним столом, это Израиль Познанский, Кароль Шайблер и Людвиг Грома. Именно они более века назад превратили маленький провинциальный городок в центральной Польше в крупный промышленный центр. Город рос вокруг крупных предприятий в эру индустриализации, подобно другим промышленным городам и регионам – британскому Манчестеру, немецкому Руру и украинскому Донбассу. Но изменение структуры экономики в новую постиндустриальную эпоху привело к потере рынков сбыта. Текстильные фабрики стали неконкурентоспособными и были закрыты, оставив после себя заброшенные фабричные комплексы красного кирпича, сосредоточенные в основном в центральной части Лодзе. И начнем мы свое знакомство с историей города, историей его возрождения с Израиля Познанского. Его огромный фабричный комплекс с собственной электростанцией, пожарной частью и дворцом превратили в торгово-развлекательный и культурный центр «Мануфактура». Это один из первых объектов в городе, который прошел процесс ревитализации. В целом ревитализация – это мировой тренд, особенно актуальный для постиндустриальных городов. Очевидно, что нечто новое, что угодно создать на месте бывшей фабрики – задача не из легких. Постиндустриальным территориям им нужен свежий взгляд, новое начало и нужно создавать новые пространства не только для туристов, а также для местных предпринимателей, для бизнеса, для любых других активностей. Ревитализация – это оживление и реставрация городского пространства с сохранением самобытности, идентичности и исторических ресурсов городской среды. Часто включает изменения функционального назначения тех или иных построек. Жизнь мануфактуры кипит днем и ночью. Здесь находятся 300 магазинов, рестораны, дискотеки, скалодром, огромный кинотеатр и отель. Большое отдельно стоящее здание занимает Центр современного искусства МС-2. Также на территории расположился музей, где можно увидеть ткацкие станки XIX века и услышать, как билось сердце старой фабрики. Сейчас это пространство наполнено совсем другими звуками и другим смыслом. Теперь это место, которое за год посещают 18,5 миллионов человек и одна из лучших туристических достопримечательностей. Несмотря на то, что проект осуществил частный инвестор, это оказало огромное влияние на город в целом. И с какой-то точки зрения это показало городу, что окей, это может стать идеей, как действовать не только на одном участке города, но в целом во всем городе. Идея создания Монфактуры принадлежала последнему директору фабрики Мячеславу Михальске, рассказывает нам в Лодзинской туристической организации. Из того, что я слышал, он подготовил предложение по продаже и разослал его более чем 200 организациям, компаниям по всему миру. Как предложение у нас есть 27 гектаров фабрики, готовые под реализацию некоего проекта. Тогда на предложение откликнулась всего лишь одна компания из Франции. Вскоре успех этого проекта дал сигнал другим инвесторам. Проекты ревитализации теперь растут здесь, как на дрожжах. Вместе с сотрудницей Лодзинской туристической организации Ольгой мы отправляемся в сады Гейера. Она переехала сюда из Украины и уже отлично знает город. Гейер, можно сказать, был первооткрывателем текстильной промышленности здесь в Лодзе. Он сюда приехал в 20-х годах 19 века и на его фабрике, именно здесь, в этом месте, был пущен первый паровой двигатель в Польше. В белой фабрике Гейера находится музей. Рядом расположен парк. Место отличное и очень перспективное, если бы не одно «но». Фабрика была закрыта в 2002 году и с тех пор разрушалась. Доступ к зданиям был закрыт и не было никаких идей, что с ними делать. Успех других подобных проектов привлек частного инвестора и теперь здесь появится современный жилой квартал с многоквартирными домами, офисными зданиями, ресторанами, магазинами. Часть зданий уже сдана в эксплуатацию. На данный момент у нас уже есть первые арендаторы-предприниматели. Это школа танцев, она занимает около 600 метров и открыта здесь с 1 сентября. Кроме школы мы подписали договор с рестораном итарианской кухни. А вот тут за нами, в том большом здании, будет фитнес-клуб «Калипсо». Мануфактура и сады Гейера полностью частные проекты, но государство и город тоже инвестируют в ревитализацию. Например, в 2016 году после масштабной перепланировки и реконструкции открылся вокзал «Лоцьфабричная». Общая стоимость проекта более 400 миллионов евро. Из-за расположения в центре города железнодорожные пути спрятали в двухкилометровый тоннель, а перроны на глубину 16 метров. Новая станция многоуровневая и объединяет железнодорожные и автовокзалы с развязкой городского транспорта. Стены главного вестибюля напоминают старую городскую застройку, своеобразная дань прошлому и традиции. Проект еще не закончен и сейчас здесь немноголюдно, но «Лоць» находится в самом центре Польши, и власти надеются, что выгодное расположение и инвестиции в инфраструктуру превратят город в масштабный транспортный хаб. Рядом находится центр науки и техники ЕЦ-1, который был трансформирован из бывшей теплоэлектростанции. Этот футуристический объект объединяет несколько тематических образовательных маршрутов, истории самой ТЭЦ и использования энергии в мире в целом, развития науки и цивилизации, микро- и макромира. Здесь же заканчивается здание планетария, который должен стать самым большим в Польше. Конечно, речи не идет о том, что эти проекты окупятся непосредственно и за короткий срок, но от этих вложений ожидают другого. Если говорить о ЕЦ-1, то мы видим эффект привлечения туристов, самих жителей. Сюда приезжают не только из Польши. Люди, которые приезжают, они оставляют здесь свои деньги. В магазинах делают покупки, в ресторанах, отелях в качестве налогов. То есть один вложенный злотый притягивает второй, третий, четвертый, которые здесь тратятся. Чтобы создать четкую стратегию привлечения туристов в город и методично воплощать ее в жизнь, представители частного бизнеса, местной власти и общественных инициатив создали Лодзинскую туристическую организацию. К примеру, в 2016 году Лодзин посетили немногим более 700 тысяч туристов. Под туристами я подразумеваю людей, которые здесь провели как минимум одну ночь. В 2018 году у нас было более 1 миллиона туристов, так что увеличение довольно значительное. Для развития туризма важна инфраструктура, которой в городе не было. Вдумайтесь, 10-15 лет назад в городе не было ни одной четырехзвездочной гостиницы. Было лишь несколько трехзвездочных. Теперь у нас 7 пятизвездочных гостиниц и у нас более 15 трехзвездочных гостиниц. Туристы в город ехали и раньше, но не так организованно. Лучший способ привлечь туристов, конечно, иметь что-то уникальное, что-то, что нигде не видели больше. И в нашем случае это текстильные фабрики. Именно они стали новой оригинальной фишкой Лодзи. Ревитализация и привлечение туризма в бывший промышленный моногород стали элементами целостной стратегии. На государственном уровне Польша в 2015 году даже приняла закон о ревитализации. В городском совете Лодзи создан специальный департамент, разработана программа ревитализации. Ее формирование участвовали также и жители города. На данный момент в соответствии с этой первой частью программы площадь ревитализации охватывает 173 гектара. И под ее воздействие попадают более 152 тысяч человек. Совсем ветхие дома, не подлежащие реконструкции, сносят. Находящиеся в лучшем состоянии ремонтируют, а на время работ жители переселяют в другое жилье с возможностью вернуться. Один из интересных коммунальных объектов ревитализации – Ксенжи-Млын. Сейчас мы находимся как раз на территории Ксенжи-Млына. Это империя текстильная короля Шайблера. Карель Шайблер был самым главным, самым богатым фабрикантом Лодзи. Ну и вот за вашей спиной находится гордость его империи. Это самое главное здание, самый главный объект – это предельница, которая является одним из самых длинных в Европе фабричных зданий. Сегодня здесь размещаются лофты. Их можно было купить, можно сейчас купить уже вряд ли, но снять в аренду. Кроме самой фабрики, здания управления, виллы директора, здесь располагались больницы, школа, пожарная часть, парки, магазины. Город в городе для рабочих. И жили они тоже здесь, в этих двухэтажных домах. Когда ремонтные работы закончатся, здесь вновь поселятся люди. С этой стороны мы видим квартиры, не квартиры, только дома, которые еще только ждут своей реставрации, а с левой стороны дома уже отреставрированы, то есть прошедший процесс ревитализации. В зданиях находятся не только квартиры. Чтобы привлечь сюда людей, мелкий бизнес, представителей креативного класса, 20% помещений отдают под творческие мастерские на основе конкурса. В одной из таких мастерских нас встречает руководитель проекта ревитализации. Ревитализация базируется на ремонтах всех этих домов. На это будет потрачено 25 миллионов евро, и около половины этих денег – это дофинансирование от Евросоюза. Также не стоит думать, что город все делает сам. Мы пригласили в этот проект партнеров. Программы Евросоюза предусматривают такую возможность. Сейчас у нас два частных партнера, которые владеют двумя зданиями. Понятное дело, что в ходе ревитализации дома будут отремонтированы от крыш до подвалов и всей придомовой территории. Но важнейшими являются два других аспекта – сохранение исторического наследия и работа с людьми, местными жителями. В планах городских властей не только ремонт зданий. Мы проводили ревитализацию трех крупнейших исторических парков. Планируем высадить как минимум 1705 деревьев. Подход муниципальной власти к созданию комфортной городской среды комплексный и охватывает также социальную сферу. Отдельное направление – привлечение местных жителей к изменениям – создание проактивной громады. На главной улице Лодзи, Петрковской, центр проезжей части выложен такими кирпичиками. И если присмотреться ближе, то на них, на каждом из них, можно прочесть имя и фамилию. В чем, собственно, была идея? Городские власти предложили любому желающему жителю города приобрести такой кирпичик, чтобы впоследствии они вот заложили такую аллею. И все деньги, собранные в результате, были потрачены на развитие города. Многие закрытые дворы трансформируют в общественные пространства, привлекательные для туристов арт-объекты. Прогуливаясь по центральной улице Петрковской, заглядывая в арки, можно обнаружить муралы именитых художников. А пассаж розы, мозаика избитых зеркал давно, стал одной из визитных карточек города в Инстаграме и на TripAdvisor. Сейчас будет разрабатываться программа, когда парковки и там, где нет паркинга, это все уйдет под землю и освободится место на улицах. Это повлияет на дорожное движение, будет меньше пробок. Силами лишь местного и госбюджета вряд ли удалось бы реализовать настолько масштабную ревитализацию, поэтому муниципалитет запросил и получает дофинансирование из фондов ЕС. Лодз поражает масштабом реализуемых в городе проектов. Опыт и пример этого города может стать базой стратегии возрождения промышленных территорий Донбасса, разрушенных теперь не только социально-экономическими процессами, но и войной. И пример Лодзи – доказательство того, что на смену старому всегда приходит нечто новое. Необходимо лишь объединиться вокруг идеи и приложить максимум усилий.